Сегодня в выпуске. Валя карнавал раскрыла, когда родит первого ребёнка. Зубрев женился, как прошла свадьба. Мизулина снялась в ролике под инстасамку. Страхи Ивлеевой сбылись, а трек Дарьяны на грани запрета. Всем привет, это канал ОК Блогер. Сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся. Поудобнее и погнали. Всё-таки большое интервью Насти Ивлеевой, где она рассказала о своих переживаниях и трудностях после случившейся голой вечеринки, стала точкой и новым началом её карьеры. Резко врываться в медиапространство было бы неправильно, поэтому делается всё постепенно. Пока блогерша начала регулярно постить истории о своей жизни, как занимается спортом, как отдыхает, аудитория явно даже от такого отвыкла. А уже после пойдут масштабные проекты, желание снять тревел-шоу по типу «Орла и орешки» у неё, надеюсь, не пропало. Воспринимают Настю, правда, пока с опаской и негатив всё ещё остался. И это ещё плавно перетекает в стёб, некоторые даже глумятся и вспоминают её старые слова. На подкасте с Эльдаром Джараховым больше трёх лет назад Ивлеева озвучила два своих главных страха в жизни. У меня есть два страха. Первый – это потерять Лёху, а второй – это потерять свою популярность. Популярность не в плане, знаешь, чтобы, типа, быть на хайпе, а в целом, ну вот как будто вот один миг ты просыпаешься, и у тебя ничего нет. Это стало неким пророчеством, так как Лёша давно не муж, а карьера была на грани, но пока ещё остаётся на плаву и будет работать в России. Бабич же не особо горит желанием возвращаться в Москву. Он сейчас начал регулярно вести стримы, где в том числе задают провокационные вопросы. Артур поделился, что вернётся в столицу только в особый момент, есть даже мечта сделать это в компании с Милохиным. Когда в Москву полетишь, как только, так сразу. Короче, я мечтаю прилететь с Милохиным в Москву и снять видос в ТикТок. Я в Москве, я в Москве. А помнишь, что было с Милохиным после этого видоса? Да, помню. Мне кажется, все там помнят, что он был с ТикТок. Успели они ещё с Покров обсудить личную жизнь Дании, что он вновь там признался в любви Юлии и хочет её вернуть. Аня высказала личное мнение, что виноват он сам, что когда-то всё это упустил. И в целом она лично бы с ним никогда не захотела встречаться. С новым достижением на личном канале можно поздравить Глеба. Счётчик подписчиков перешагнул отметку в 20 миллионов. На это ему понадобилось 4 года, останавливаться он не собирается и планирует вкладываться и снимать только больше и качественнее. В момент ещё показа статистики своего канала он спалил, сколько вообще удается зарабатывать в месяц с Ютуба. Да, монетизация в России по-прежнему отключена, но у него есть зрители из других стран, у которых реклама показывается. И за последние 28 дней на ней удалось заработать 27 тысяч долларов или 2,5 миллиона рублей. Для его почти 150 миллионов просмотров это маловато. Но для жизни, я думаю, точно хватает, можно чувствовать себя комфортно в любой стране мира. В начале февраля этого года Саша Зубрев в свой день рождения сделал предложение руки и сердца своей девушке Алине. Вместе они несколько лет максимально понимают друг друга, вообще не конфликтуют, поэтому девушка ни капли не сомневаясь сразу ответила «да». Тянуть с бракосочетанием долго они не стали, и на днях приехали в Грузию, где собрали все их близкие, родственники и друзья. Вот такие красивые Саша и Алина отправились утром на роспись, которая проходила в горах. Они сказали друг другу пару тёплых слов, а боссы обменялись кольцами. Ты человек, с которым я готов осознанно прожить всю свою жизнь. Я хочу, чтобы в старости лет ты меня подрывала в материалах, и я обязуюсь тебя любить до конца своих дней. Спасибо огромное, что ты дала мне возможность быть твоей кружкой. Спасибо. Сильнее, давай, давай. По резьбе, по резьбе натягивай. Конечно. Еее. Конечно. Ну и Александр не мог добавить от себя слова. Боже, как же ей повезло со мной. Такой красивой, такие здоровые и крепкие волосы и зубы. Интересный для многих провокационный факт о своей свадьбе раскрыла Юля Пушман. Со своим супругом Славой они поженились ещё в 2021 году, устроили пышное торжество, на которое потратили много миллионов рублей, точную цифру хранят в секрете. Но они постеснялись раскрыть, что им пришлось взять в кредит 4 миллиона, чтобы оплатить часть затрат на все свои хотелки. В комментариях это, конечно же, назвали бредовой затеей и посоветовали жить по средствам. Но Юля ни капли не жалеет, так как получила кучу эмоций. И этот момент ещё разделил с семьёй любимый дедушка, который провожал внучку к алтарю. Спустя же год он, к сожалению, ушёл из жизни. Поэтому она рада, что не стала откладывать, а провела свадьбу в самый подходящий момент. Несмотря на весь свой рабочий график, Валя Карнавал продолжает задумываться о личной жизни и построении будущей семьи. В рамках нового выпуска шоу ТОП она призналась, что ещё два года назад хотела стать мамой. Но время прошло, достойного кандидата на роль отца не нашлось, поэтому сроки сдвинулись, но не сильно. Во сколько лет захотела бы завести первого ребёнка? Ну вообще этот год уже позади, мне кажется. Было бы классно, если бы у меня появился ребёнок лет в 20, и я была бы такой, знаете, молодой мамкой. Я не знаю! Ну окей, давайте предположим 25-26. Вот где-то так. Но ты можешь сказать за прошлое, если ты хотела в 20, ты можешь сказать 20. Ну в 20, да, 20 было бы топ. В развитии же карьеры и современных тенденций Валя хотела бы вновь начать стримить. В 2020 году у неё был опыт, когда она играла в популярные игры на ютубе, всем нравилась, но ушла немного в другое русло. Теперь бы хотела хотя бы разок для ностальгии вновь попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Я не знаю, если я буду стримить, что я там буду делать? Возможно, один разочек я попробую, может что-то из этого прикольного и заварится, но мне кажется, мои ребята, которые меня любят, привыкли уже, что я не так часто где-то чё-то, я такая редко, но метко. Закончились разбирательства вокруг трека тиктокерши Дарьяны «Заставлял». Напомню, ранее несколько общественных организаций спустя год после выхода песни обратились с жалобами в различные органы, считая, что подобная музыка разращает детей и разрушает все ценности общества. К ним присоединилась и Екатерина Мизулина, написавшая большое письмо в прокуратуру. Там провели проверку и дали заключение, что в тексте присутствует пропаганда насилия. С такой формулировкой дело передали в суд и с высокой вероятностью его одобрят. После чего трек Дарьяны будет признан запрещенным на территории России. Она больше не сможет его исполнять, а также придется удалить все записи со всех площадок, хотя ранее текст песни был заблюрен. Забавно, что сама Мизулина не до конца разбирается во всех темах, которые критикуют и пишут на них доносы. Например, в последнее время она вновь с осуждением высказывалась о творчестве инстасамки и ее поведении в целом. Поддержала также жителей нескольких городов, которым мне нравятся огромные баннеры с Дашей, на улицах и в общественных местах. Но при этом на очередной встрече со студентами снялась в ТикТоке девочки под песню самки «Пампим нефть». Ютуб не дает включить отрывок, но там ускоренная версия, и она, видимо, даже не поняла, кто автор. Так ей можно спокойно включить спид-версию даже Моргенштерна, вряд ли она изучила все его творчество целиком. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok